Для того, чтобы двинуться дальше, мне нужно объяснить, почему две звездочки это то же самое, что я думаю. А именно, я должен объяснить, каким образом установить взаимно однозначное соответствие между х звездочек и самим пространством х. Я думаю, что это уже все должны были понять, если вы поняли, то пересмотрите предыдущие на 10 раз, 20 раз, сколько надо, до тех пор, пока приняйте, потому что, если вы не поняли вещей представления и не поняли, что у нас есть базис из проектов, в двойственном пространстве, то двигаться дальше не полезно. Но, если не поняли, то всегда можно задать вопрос в комментариях. Да нет, комментариях не надо. Гогасто лучше прочитать учебник применения алгебрии очень хороших. Например, это совершенно скучная книжка Винберга. Задает учебник Мирматов сейчас. Вообще, Эрэн Борисович был очень хороший математик. И здесь, впрочем, другие хорошие учебники применения алгебрии. В общем, кто-то ходит вот такого, кто-то делал. Ну, в общем, во многих местах на местах хорошо. Ужасаться в Винберге он очень может быть хорошо. Давайте расскажите, что же такое Х звездочка-звездочка. Пора еще раз объясниться. Что такое Х? Это векторное констанство, которое состоит из всего один и уже нет. Только х, представляю, х1, х2 и так далее, х1. Это векторное констанство. И здесь вот все эти констанции. Это чистое из основных. Это чистое, 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 чистое. Дальше. Что такое Q? Q. Q катая от х1, х2, х2 и так далее, х2, это хкатая. И вот этих самых Q, их имеются в точности н штук. Это называется базисом Х. Проектором. Что? Проектором. Да. Проектором. Точно так же. Игрек состоит... Просто я от двух и трех сейчас все-таки перейду к общим случаям. Игрек. Хотя там еще все будет понятно. Все эти Y-ки, это элементы основного поля, из десяти проектов. P, A и T от х1, х2, 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 х2. Прекрасно. А теперь обратите внимание, чтобы задать любое линейное отображение. Из Х со звездочкой в основное поле, что мы должны сделать? Мы должны куда-то, в какое-то число перевести Q1, в какое-то число перевести Q2 и так далее, в какое-то число перевести Q2. Нет. То есть мы должны задать какие-то числа, в которые перейдет вот этот замечательный базис. Давайте какие-то числа задать. Пусть, например, Q1 перейдет в X1, Q2 перейдет в число X2 и так далее, и так далее. Задать эти числа – это то же самое, что задать линейное отображение из Х со звездочкой в поле ГА. А теперь внимание. Скажите, пожалуйста, если я беру любой элемент из Х со звездочкой, вы понимаете, что он как-то записывается по этим самым, пускай, витречицам? Так как-то записывается. И что будет, если я его… Ну вот представьте, какой-то элемент, не знаю, как его уже означать, скажем, R. Как-то записывается, R у нас как-то записывается, таким образом, B1, Q1, плюс B2, Q2, плюс и так далее, плюс B1, Q1. И вот сейчас я задаю очень простой вопрос. Что такое R? Ответ-то X1, X2 и так далее, X1. Что это за число? Все легко. Когда берете R, это сумма вот этих штук, надо поучить отличить каждое слагаемое за один. Когда берете B1, я опять, не знаю, порно написал стрелочку, потому что не писает оно. Здесь, конечно, надо было писать столбец, в 6 лет говорится, что не легкие столбцы. Можно написать букву T, там, спонировать. Да, кстати, да. Наука для этого, ну, вот такой способ. T как раз меняет строчку со столбцом. Т как раз меняет строчку со столбцом. Так вот, чтобы взять B1, Q1, мы должны, ну, Q1 это вырезание первой координаты. То есть мы должны взять B1, нужно X1. Прекрасно. Следующее будет B2, X2 и так далее. Следующее будет B2, X2 и так далее. Плюс B2, X2 и так далее. Теперь смотрите, пожалуйста, что... Ну, вроде у нас вообще все очевидно, потому что пока ничего не произошло. А на самом деле, это что? R это любой элемент из X со звездочкой. Он однозначно расписывается по базису пространства X со звездочкой. Базис состоит из этих замок ушек. Я напоминаю, что он написал. Однозначно расписывается. После этого мы вводим такие числа. Смотрим, куда при отображении из X со звездочкой в поле перешли у нас Q1, Q2 и так далее, Qn. В какие-то там числа. X1, X2 и так далее, Xn. И так далее. Ну, элемент R. Это элемент из X со звездой. X со звездой переходит в Q. Куда при этом переходит R, если он задан вот такую форму. Переходит он, на самом деле, в это число. Потому что Q1 переходит в X, Q2, 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 Q2. То есть вот при таком линейном отображении в основном поле Чемgovernен эту помежище? Этот элемент R из X со звездочкой переходит вот по такой формулы. Здесь мы画ом дорого и других линейных отображений нет. Куда при этом переходим? Здесь написано, что надо вычислить L, как элемент с х со звездой, на вектор. На вектор столбце x1, 2, это виталейское. Это отображение вычисления. L – это элемент х со звездой. Значит, на любом векторе его можно посчитать. Но при этом вектор, причем единственным указом, можно задать вот так, и это будет соответствовать вот этому линейному отображению. Так, чуть боюсь, у меня опять. Давайте я еще раз повторюсь. Я совершенно не удивлен. У вектора из х есть координаты. У вектора из х есть координаты, да? Это х1 отбывает виталей х. Ну, может, я немножко философскую. Для того, чтобы задать линейное отображение… Ну, что мы сейчас… И немножко поговорим про такое замечательное отображение. Если взять множество всех векторов здесь, и взять множество всех элементов пространства и созвездочек. Я сейчас не говорю ни о каких-то теенциях, да? Просто множество одно, а множество другое. Понятно ли, что взяв один элемент отсюда, какой-то эх, и взяв другой элемент отсюда, какой-то вэх, мы можем рассмотреть эх от вэх. И вот это самое эх от вэх – это уже число. Потому что эх из любого вектора делает число. То есть, чтобы задать линейное отношение на векторе из х, надо задать его на базисных векторах. А когда у нас написано n равно β1 на q1 плюс β2 на q2 плюс и так далее, βn на qn, мы и задали. То есть, мы β1 задали на первом базисном векторе, β2 на втором и так далее, βn на n. Давайте еще раз я попытаюсь. Если в х за звездой взять любой элемент r, и если в х взять любой элемент v, то получается число r вэх. Причем это линейно, как по v. То есть, если v умножить на число, то r ответит умножить на число. Если v заменить на v1 плюс v2, то будет, соответственно, r v1 плюс r v2. Так и по r, потому что r у нас линейный инфициант. У нас есть вот такое вот отображение вычисления. r вычисляем на вектор v. И вот так далее. Теперь я пытаюсь объяснить, как выглядит базис в пространстве x с двумя звездочками. Что надо сделать, чтобы задать какой-то элемент из x с двумя звездочками. И понять, как там соответственно устроен функционал. Базис пространства x с двумя звездочками – это q1, q2 и так далее, q1, q2 и так далее. Это понятно? Это проекты. Которые вырезают вот это самое главное. А теперь, напросто, это есть несколько элементов. Есть несколько элементов из всех остальных. А Q1 интернет у вас будет много интересных. Вот эти самые, на котором в основном, эти слова q1-интернет и q1-интернет, в нем. Это базис пространства в безусловной твуми. Но если у нас как раз в основном, есть базис, то как задать любой элемент из химии? Надо куда-то, в какое-то число, отправить q1, куда-то отправить q2, куда-то отправить q2. Причем вот этот набор числов абсолютно преимущества. Не хотите соотношения между ними, не менять любые числа выбирать. И после этого по линейности пишут такую формулу. Любой элемент, если со звездой, расписывается вот так. Как b1, 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 b1. А дальше я говорю забавную вещь, что оказывается, если выполнить вычисление этого самого r на верстрах столбце x1 и так далее, xn, то у нас получится ровно та же самая штука b1, x1, то есть так далее, btn, x1. Значит, множество x – это в точности множество линейных функционалов на множестве x звездой. Потому что набором вот этих чисел x1 и так далее, x1, тем, куда перешли эти пушки, в точности определяется то, во что пришло веро. то, во что пришло веро. Так, в общем, я считаю, что опять-таки, по сути, я все-таки объяснил, а уже, ну, вряд ли, с первого раза будет хорошо понять, что же это за строчка, и почему же она похожа на эту строчку. Это не то, что какая-то религия, но очень истина, наоборот. Это способ понять, что такое звездочка. Так.